Довольно часто мне стали поступать вопросы о том, из чего сделаны у меня стеллажи, какие поддоны я использую, какие насосы я использую для подачи питательного раствора, какие лампы у меня стоят, какую автоматизацию я использую. Сейчас я постараюсь ответить на все эти вопросы. Начнем с самого основного. Стеллажи у меня сделаны из потолочного профиля, шириной 60 мм. Размер стеллажа 1,80 м высота, 2 м длина и 60 см ширина. Исходя из этих размеров у меня ушло 24 потолочных профиля. Ровно все хватило. Остались даже кусочки для того, чтобы придать жесткость этой конструкции вот такими перегладинами. Один, второй, третий, все стеллажи у меня сделаны плюс-минус одинаково. Конструкция проверенная, по цене выходит около 4 тысяч рублей, вот такой стеллаж. Полная загрузка одного такого стеллажа, 320 боксов. У меня таких стеллажа сейчас два запущено и один стеллаж под салатную установку. Ну, у меня здесь еще есть куда расширяться. Я думаю, в следующий сезон я буду строить еще дополнительно два стеллажа. Потому что оно вот этого в пик мне не хватает. Сейчас май месяц, практически не сезон, у людей начинается своя зелень. У меня полностью загружен один стеллаж, наполовину загружен второй стеллаж. Сегодня доставки специально освободил один поддон, чтобы показать, как устроено. Я заказал поддоны и под эти поддоны я строил стеллаж. Эта поддона у меня ложится ровно на всю длину. Сделана подача воды. В поддоны я использую сетку, вот такую вот садовую. Очень рекомендую это делать, потому что я пробовал выращивать без нее. Микрозелень растет хуже. Бывает, что лоток с микрозеленью плотно прилегает к поддону и влага плохо уходит. Соответственно, корни тоже плохо дышат. Поэтому ложите сетку и все у вас супер. Настоятельно рекомендую. Это не я придумал, сам у кого-то подсмотрел. Прям супер. Вообще, все выращивание микрозелень держится на трех столбах. Питание, освещение, климат. Так как я выращиваю в жилом доме у себя на втором этаже, с климатом у меня здесь проблема. Потому что рекомендована температура для выращивания микрозелень не сильно комфортная для проживания. Рекомендуется максимум 21-22 градуса. Это прохладно, некомфортно. У меня здесь 26-27 градусов. Зимой бывает еще жарче, когда сильно топит. Поэтому у меня стоят вентиляторы, у меня постоянно открыта дверь на улицу, у меня стоит вытяжка. Это все спасает. Конечно, поначалу у меня была беда, у меня была плесень, у меня был падеж. Все это я поработал, сделал дополнительные вентиляторы. К примеру, горох, он вот такой огромный, он закроет вам всю вентиляцию. Его надо ставить отдельно. То же самое и касается, к примеру, подсолнечника. В общем, по вентиляции. Довольно примитивная, стоит вентилятор, стоят на подачу каждой полки тоже кулера от компьютеров. Мне этого хватает. Конечно, лучше использовать сплит-системы, вытяжки канальные. Ну, в доме что-то я... Вот когда я построю себе отдельную большую ферму, я там все это буду использовать. Опыт, скажем так, накопил. Дальше. Следующий пункт это освещение. Свет можно использовать обычные слива, как многие пишут. Светодиодные лампы, самые дешевые по весе. Именно так я и начинал. У меня на стеллаже с горохом стоят обычные светодиодные лампы. Самые дешевые я покупал, там по 300 или по 400 рублей, уже не помню. С них я и начал. Но потом, в процессе выращивания более сложных культур, приходится переходить на профессиональный свет. Чтобы у вас была микрозерень приземистая, не вытянутая, цветная, красивая, вкусная. Для этого нужен вам хороший профессиональный свет. У меня свет стоит весь свет от производителя мини-фермер, наш российский производитель. Лампы по 25 ватт, на один стеллаж у меня стоит 4 лампы. Этого достаточно вполне. Вообще, рекомендуют 120 ватт на квадратный метр. Я, скорее всего, такую характеристику не выдержал. У меня здесь чуть меньше, но мне этого хватает. Не знаю, как у других, у меня растет все супер. Все цветное, все красивое. Так, по свету я рассказал. Теперь по поливу. У меня идет автоматический полив на каждый ярус. Изначально, когда я выращивал, в принципе, как и многие, я выращивал в обувных лотках. Каждый бокс я отдельно поливал. Это было несложно. Но по мере увеличения объема продаж, соответственно, у вас увеличивается и объем посадок. И если, к примеру, 20 боксов вам полить, в принципе, несложно, вот 200 боксов уже проблематично. А если их 500, руками вы их до Пасхи будете поливать. Хотя Пасха была вчера. Поэтому автоматический полив на каждый стеллаж. Для автополива у меня используется емкость на 150 литров воды под каждым стеллажом. В этой емкости стоит дренажный насос. Этот вот на 400 ватт. И второй у меня стоит на 320 ватт. На 320 ватт маловат. Для такого стеллажа он не может равномерно наполнить все уровни одинаково. Дальше. Насос у меня подает по пластиковой трубе. Я спаял. На каждый стеллаж отдельно стоит кран, чтобы регулировать подачу. Если, к примеру, там у вас на каком-то стеллаже ничего не растет, можно закрыть и не подавать. В конце каждого поддона они так устроены, что стоит сливной клапан. По нему питательный раствор сливается обратно в емкость. Там стоит дренажный фильтр. У меня это обычный чулок. Поменяли, выкинули, поставили новый. Вообще супер. Никакой фильтр нафиг не нужен. Так, дальше. По автоматике. Можно входить, включать свет. С утра пошел, включил. Вечером пошел, выключил. Но это тоже запомнил, не запомнил, забыл. А свет нужен 16 часов в сутки. То есть он у меня в 6 утра включается и в 10 часов выключается. Раньше я пользовался механическими таймерами. Но механический таймер сложно программировать. То есть его можно поставить на включение-выключение. Но если у вас произошло отключение электроэнергии, к примеру, то таймер продолжает работать. И он, соответственно, сбивается. В общем, я пришел на электронное реле от фирмы Санов. Двухканальный. У меня сразу стоит реле на включение-выключение освещения. И второй канал на полив микрозелени. Это очень удобно. Вот так у меня это все устроено. Делал я сам. Я не электрик. Как смог, так получилось. Также я недавно сделал стеллаж и запустил работу под салаты. Очень клевая тема салаты. Салат Романа, по крайней мере, у нас в городе вообще нигде не купишь. Особенно зимой. Поэтому у меня его берут очень хорошо. Никогда он у меня не перерастает, не залеживает. Буду, наверное, следующий год увеличивать посадки. Все очень просто. Вент-каналы между собой спаял. Вырезал отверстие под стаканчик. Сверху подаю питательный раствор. Также насосом. Аквариумный насос у меня стоит. И каскадом из канала в канал вниз. Вода опускается и опять поднимается вверх. Я думаю, каждый с этим справится. Также я сделал посадочный стол. У кого-то я это подсмотрел. Уже не помню. Очень удобно. Сверху сетка. У вас, если что-то просыпается мимо, все падает вниз. На пол ничего не летит. Натянута пленка. В пленке в центре сделано отверстие. Снизу стоит емкость. Просто с мусорным пакетом. Периодически собрали. Выкинули все. Очень удобно. Мусора кугов никакого нет. Сам стол сделан из того же потолочного профиля. Очень легкий. Можно перенести и куда угодно поставить. Тоже всем рекомендую. Ну и сейчас весна. На весну тоже решил в этом году попробовать посадить петуни. Как видите, они у меня растут, получаются. Вот здесь я их уже черенкую. Также посадил отдельно дыни, арбузы, кабачки, перцы, тыквы, огурцы, томаты. В общем, все, что было, все посадил. Не знаю, посмотрим, как вырастет. Я не огородник ни разу. Ну, вроде все рассказал. Если есть вопросы, задавайте в комментариях. Постараюсь на них вам ответить. Ну, а я вам желаю больших урожаев и хороших клиентов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...